Мы начинаем информационное вещание в студии Асуиматова. Здравствуйте! В этом выпуске нового дня старых кирпичей главный эколог ответил на вопросы молодежи и известный хоккеист Геннадий Цигуров тяжело болен. Теперь подробности. В Нижнекамске с рабочим визитом побывал министр экологии республики Артем Сидоров. Он встретился с молодежью города. На встрече присутствовали студенты и молодые специалисты грабообразующих предприятий. Артем Сидоров ответил на множество вопросов. Например, как борются с несанкционированными свалками, кто контролирует количество вредных выбросов. Были и просьбы, к примеру, чтобы в городе появилась еще одна трамвайная ветка. Что ответил нового министра, мы расскажем сегодня в 18.30. В строительстве жилого комплекса «Чургат» на Красном Ключе применяют старый кирпич. Такой вердикт вынесла прокуратура после проверки. Сейчас в отношении застройщика и директора компании ООО «МВЕКО» возбуждено административное дело. Оказалось, дело не только в использованном кирпиче. Малоэтажки скрывают существенный брак. Специалисты обнаружили некачественную кладку, которая не отвечает требованиям безопасности сооружения. В настоящий момент прокуратура потребовала провести техническую экспертизу всех зданий. В Смыловке появится памятник герою войны, уроженцу этой деревни Александру Заеву. А пока на месте, где он будет установлен, прошло первое мероприятие. Отсветили землю, собранную на родине Александра Заева, чтобы потом развеять ее над могилой солдата. Она находится в Кировской области. Красноармеец Александр Заев совершил по меньшей мере три подвига. Он захватывал вражеский пулемет, обезвреживал мины, спасал под обстрелом товарищей. За это получил ордена славы всех трех степеней и орден Красной Звезды. Подробный репортаж смотрите в половине седьмого вечера. Экс-наставник хоккейного клуба «Нефтехимик» заслуженный тренер СССР Геннадий Цигуров борется с тяжелой болезнью. У него обнаружили рак. Лечение в России не помогло. Теперь знаменитый хоккеист и тренер находится в Швейцарии. На борьбу с заболеванием денег не хватает. Его сын Денис Цигуров объявил сбор помощи. На просьбу уже откликнулось руководство хоккейного клуба «Трактор». Помочь можете и вы. Вся информация есть в социальных сетях на страничках сына. О погоде сегодня пасмурно и прохладно. За окном плюс 15. Возможен дождь. В 12 часов мы снова выйдем в эфир и расскажем. В городе готовиться к празднику. Начали проверять избирательные участки. И почему главный санитарный врач начал активно бороться с курением. Не прощаемся.